13 сентября парикмахеры отмечают свой профессиональный праздник. В гости к современным цирюльникам отправилась Юлия Важенина не стричься, а поговорить о красоте. Красота спасет мир, так говорил герой романа Достоевского «Идиот». Но что же такое красота? Во все исторические эпохи и у всех народов представления о красоте были различны. Но есть и нечто общее – ухоженные волосы. Задача мастера-парикмахера – добиться идеального сочетания прически с внешностью одежды и макияжа. В общем, создать эту самую красоту. Стрижки, разные сложности, окраска, укладка, плетение африканских косичек, завивка, наращивание волос. Все это может делать парикмахер. Не секрет, что при помощи прически и цвета волос можно визуально устранить мелкие недостатки лица и подчеркнуть его достоинства. Сгладить резкие черты, насвежить цвет кожи. В профессии парикмахера существует определенная специализация. Кто-то занимается только мужскими прическами, кто-то только женскими или детскими. Но, пожалуй, самое распространенное направление – парикмахер широкого профиля. Этот специалист не только стрижет, красит и завивает волосы, но и мастерски использует машинку. Фен знает особенности химических составов красок и их биологическое воздействие на человека. На сегодняшний день профессия парикмахер очень популярна, актуальна и очень востребована. И не только потому, что уже в городе Чебоксары больше 500 салонов красоты и парикмахерских. Но и потому, что каждой девушке не помешает быть хорошим парикмахером, уложить маме прическу, сделать ребенку стрижечку. Марина Петрова, сколько себя помнит, всегда делала прически маме и подружкам. Уже тогда было ясно, что плести косички – ее призвание. Мне больше нравится делать прически, потому что здесь используется творческий подход. Можно что-то самой придумать. Все впереди. Надеюсь, что в будущем получится открыть салон. Чтобы устроиться на работу, специалистам парикмахерского дела не нужно прилагать особых усилий. На рынке труда повелители ножницы и расчески всегда пользовались и будут пользоваться спросом. Салоны красоты и парикмахерские до сих пор продолжают открываться практически на каждом углу.